Добро пожаловать на канал про районы, про квартиры, про вокруг. Рассмотрим, что из себя представляет район. Постоим во дворах и посмотрим вокруг. Видео можно поставить на паузу, оглянуться. Итак, поехали. В Коньково всегда хорошая погода. В этом ролике рассмотрим часть района, раскинувшуюся вокруг одноименного метро. Коньково – район огромного мегаполиса, поэтому самое приятное, что окружен он большими зелеными зонами. С одной стороны района огромный Битцевский лес, в котором есть санаторий, усадьба, узкая, пруды. С другой стороны района – ландшафтный заказник «Теплый стан». И, конечно же, это знаменитый яблоневый сад. Сад действительно яблоневый и, конечно же, самый красивый он в пору цветения. Входов в лесные массивы несколько, но в основном они выглядят примерно вот так. То есть в хорошую погоду зайти можно беспрепятственно, дорожки посыпаны гравием и в целом все очень приятно. В осенне-весеннюю слякоть все несколько сложнее. Но, тем не менее, в лесу красиво, ухоженно, аккуратно. Собственно, также ухоженно, чисто, аккуратно внутри всего района. Вот так в среднем выглядят задворки. Мусорный бак и все остальное выглядит чисто, аккуратно, красиво ухоженно. Район Коньково находится в середине Юго-Западного административного округа. И среди всех 12 районов этого Юго-Западного округа у него самая большая плотность населения. А среди всех районов Москвы Коньково по плотности населения на 12 месте. Район обжитой, инфраструктура самая разнообразная. Начиная от метро, возле которого находится много торговых центров. Вот так выглядит один из выходов из метро. Вот так выглядят другие выходы из метро. Видно, что выходы в том числе практически в торговые центры, у которых есть буквально все, включая рынки. В районе огромное количество школ, детских дошкольных учреждений. Все это можно посмотреть, поставив на паузу. Еще одна экологическая составляющая района это дороги. Самая крупная и загруженная из которых, естественно, профсоюзная улица. Ну и Островитянова, и улица Миклуха-Маквая. Эти же улицы являются основными транспортными артериями района. Жилой фонд района представлен самыми разными домами. Серии домов будут подписаны прямо на домах. Подробнее об этих сериях можно посмотреть в описании к ролику и вообще на канале в других роликах. Вот так выглядит совершенно типичный среднестатистический двор района Коньково. Это девятиэтажные дома, это шестнадцатиэтажные дома, блочные, панельные. Как видно, дворы очень зеленые. И это не специально выбранный двор. Они там такие буквально все. Одни из самых интересных локаций района, это те, что вдоль зеленых насаждений. Улица Капицы, это улица Островитянова. Вот, собственно, улица Капицы. Выглядит так. С одной стороны Битцевский лес, с другой стороны довольно новые советские панельные дома. Вот еще один двор внутри района. Собственно, здесь уже несколько меньше зелени, но она все равно есть. И она будет с другой стороны домов. В любом случае, здесь также советские панельки. Есть и дома более поздних годов постройки. В таком случае двор выглядит примерно вот так. Есть довольно много пятиэтажек. Конечно же, они панельные. Большая часть из них сносится. Пока они выглядят вот так. Тоже очень зеленые части района. Руды, рядом с которыми очень приятно гулять. В целом район очень аккуратный, ухоженный, приятный для прогулок. С большим количеством магазинов шаговой доступности, крупных сетевых магазинов, школ, садиков и всего, что нужно для комфортной, приятной жизни. Включая огромные парки, которые в крупном мегаполисе большая редкость, и пруды внутри района.